Это был такой небольшой Вступление, да, ну а сейчас Уже начнем конкретно Подходить к первому нашему компоненту Первый компонент какой, как вы помните? Когнитивный, то есть Информационный, ну если говорить русским языком Информационный компонент И так важно Понять, что ВИЧ это сейчас уже не смерть Для человека, хотя обратите внимание Лет 10 назад слово ВИЧ было синонимом Слово смерть, помните, наверное Может быть даже многие еще сейчас в этом живут Мы специально наш курс назвали так Жизнь продолжается То есть, понимаете, когда вы будете идти С этим к людям, да, консультировать Или профилактику проводить Самое главное, что у вас был вот этот настрой, что жизнь Продолжается, дайте людям надежду на это Ну и наверняка вы видели Этот рекламный ролик По первой программе телевидения Замечательно, что сейчас наше правительство Обратило внимание на эту проблему Замечательно, что сейчас профилактика Началась, конкретная профилактика в нашей стране Что этот вирус, в общем-то, касается каждого Эта проблема затрагивает каждого человека Неважно, кто ты Перед проблемой СПИДа Все равны Вообще, вы наверняка видели этот замечательный ролик Который показывали по телевидению Когда стоит вся эта колонна Пропускают, ну, какой-то кортеж Там правительственный или еще кого-то Бизнесмена крупного везут Милиционеры всех останавливают Пропускают эти машины Пропускают Но Вот в реальности, да То есть в простой, обыденной жизни Пропускают этих чиновников Но проблема ВИЧ касается каждого И эти чиновники Они также подвержены этой самой эпидемии Также этому вирусу подвержены То есть Это касается всех И надо остановить эту эпидемию Пока эта эпидемия не остановила нас всех Причем это касается и верующих, и неверующих Независимо даже от нашей религиозной принадлежности Мы все уравнены перед этой проблемой Проблемой ВИЧ Ну и что же такое ВИЧ? ВИЧ это аббревиатура сокращения таких слов Вирус иммунодефицита человека Вирус иммунодефицита человека И вот так на картинке Вот он под электронным сканированием Под электронным микроскопом Выглядит сам вирус Очень маленький 10 нано микрометров Ну очень-очень маленький Но мы посмотрим дальше Итак, крайне важно иметь представление Вообще, что же такое ВИЧ? Что же такое сам этот вирус? Я помню, что мы на курсе по консультированию Проводили этот тест Но я думаю, что давайте сейчас еще раз мы его быстренько проведем Для того, чтобы мы с вами вообще вспомнили Свои знания вот на данный момент О том, что вообще мы должны знать по вот этой теме Итак, вот сейчас отвечаете просто на вопрос Да или нет Или нет Можно у себя на листочках Согласны с этим или не согласны Это есть в ваших пособиях Жизнь продолжается Это тест Итак, первый вопрос Вы можете носить ВИЧ в крови и не знать об этом? Да или нет? Ну ставьте плюсик или минус Один И ставите плюс или минус Да или нет? Второй вопрос Вы можете быть больным с ПИД и не знать об этом? Да или нет? Все гомосексуалисты болеют с ПИДом Да или нет? Четвертый вопрос Беременная женщина, носящая ВИЧ Может передать вирус своему ребенку? Да или нет? Может Да или нет ВИЧ может исчезнуть, если раньше начать лечение Следующий вопрос Вы можете заразиться ВИЧ через укус насекомого Ну, например, комара Следующий ВИЧ может проникать через неповрежденную кожу Следующий вопрос Я себя правильно веду, и поэтому я никогда не заражусь ВИЧ Да или нет? Да или нет? Именно поэтому я никогда не заражусь ВИЧ Нужно после каждого полового контакта мыться И тогда не заразишься Нет, это что значит? Не нужно мыться Нет, это значит, я не согласен Согласен, не согласен Да, нужно четко выражать с установки Согласен, не согласен Следующий вопрос Нужно находиться подальше от ВИЧ положительного человека А то можно заразиться от него Согласны, не согласны? Да, нет Следующее Если вы получили отрицательный анализ на наличие антител Значит у вас ВИЧ нету Следующее Утверждение, с которым вы соглашаетесь или нет Можно наносить тату Прокалывать уши одной и той же иголкой Это совершенно безопасно Следующее Главное использовать презерватив И тогда можно ничего не бояться Следующее С ПИДом болеют только взрослые Следующее ВИЧ можно подцепить, плавая в бассейне Следующее ВИЧ можно подцепить через сиденье унитаза Извините за столь интимные подробности Но это наша жизнь обыденная Люди задают эти вопросы Следующее Можно заразиться ВИЧ при объятиях больного с ПИДом Следующее утверждение Вы можете защитить себя от ВИЧ, используя противозачаточные таблетки Следующее Вы можете защитить себя от ВИЧ, если не будете посещать общих туалетов Следующее Женщина может передать ВИЧ мужчине Следующее ВИЧ находится в сперме и крови Следующее ВИЧ передается воздушно-капельным путем Ну, то есть витает в воздухе Следующее Анализ антител может обнаружить ВИЧ в крови ВИЧ снижает сопротивляемость организма инфекциям Люди без симптомов болезни не могут быть источником ВИЧ Следующее утверждение Люди с ВИЧ должны быть полностью изолированы от общества И последнее ВИЧ это инфекция, с которой надо научиться жить Ну и давайте теперь посмотрим Да, правильный ответ Или неправильный ответ Значит, первый вопрос Вы можете носить ВИЧ в крови и не знать об этом? Правильный ответ? Да, конечно Вы можете быть больным СПИДом и не знать об этом? Здесь правильный ответ? Да Нет Потому что если человек заболел СПИДом Если это уже СПИД, то это является последней термальной стадией ВИЧ-носителя То есть это человек, когда уже все, он в стадии СПИДа Мы недавно видели одного ребенка Я сейчас объясню эту позицию Мы видели недавно одного ребенка, так проиллюстрируем ее Ребеночек только родился Мы сразу скажем, что вообще у детей определить, заражен ребенок или не заражен Можно только через полтора года Почему? Потому что первые полтора года жизни ребенка у его антитела матери То есть все анализы, которые проводятся у нас на наличии ВИЧ Они не определяют сам ВИЧ Они определяют наличие антител в организме И поэтому ставят логику Если антитела есть, значит ВИЧ есть Если антител нет, то, возможно, и ВИЧ нет И если у мать была ВИЧ-инфицирована, у нее были антитела, то эти антитела передают ребенку С кровью С кровью Но ВИЧ может у него и не быть у ребенка И через полтора года же у ребенка берут анализы Все, у него, значит, антитела матери ушли То есть его берут каждые полгода, но через полтора-два года, когда он исполняется полтора-два года Если антитела пропадают, его снимают с учета То есть он не ВИЧ-инфицированный, понимаете, какая система Так вот, мы видели ребенка, значит, ребеночку где-то около полугода Когда ему было около месяца, простыл, просто начался нацмарк, начал кашлять Так вот, все это время температура держится очень высокая Она совершенно не спадает Антибиотики уже совершенно не помогают Антибиотики не помогают То есть, понимаете, невозможно тот уже понимать, что у него нет СПИД Это конкретно все заболевания То есть иммунная система не работает Что такое СПИД, когда полностью отключена иммунная система И человек может просто от насморка умереть Ну, от маски, конечно, слишком так вот я категорично говорю Утрина, в данном случае насморк, видите, привел ребенка к такому вот состоянию Конечно, сейчас там трагедия Вот за этого ребенка, конечно, молимся И мы молимся сейчас, и вся церковь молится Если сейчас симптомы СПИД уйдут, это будет чудо Божье ВИЧ останется в организме, но можно как-то вот этот СПИД От СПИДа ребенка как бы освободить Отдалить эту термальную стадию Следующий, третий вопрос Все гомосексуалисты болеют СПИД? Нет, не все Нет, не все, правильно Беременная женщина, носящая ВИЧ, может передать вирус ребенку? Может, не 100%, но может ВИЧ может исчезнуть, если начинать лечение раньше? ВИЧ не исчезает, да Симптомы СПИДа можно вылечить Мы об этом будем с вами говорить Как помогать людям, как консультировать их В этом вопросе Но ВИЧ остается И мы тоже объясним, почему Чтобы как бы вопросов не возникал Как-то СПИД можно как-то отдалить, а ВИЧ никак не Вот, вы поймете почему Дальше Вы можете заразиться ВИЧ через укус насекомого Например, комара Правильная ответа Он же кровь переносит? Нет Вы знаете, что самое интересное Теоретически, вот теоретически Над эту тему очень часто сфорили врачи Ну как же так? Он же кровь выпил, а она с ВИЧ Он тут же садится на другой организм, другого человека Теоретически это может быть Но знаете как Игла-то одна и та же, вот этот носик-то у него, да? Получается Ну, знаете как, это выяснили опытным путем Таким практическим Бесполезно, не передается В Африке, вы знаете, малярия передается через груз комара Там практически почти 100% население болеет малярией Особенно, когда идет период вот такого ВИЧ болеют только те, кто ведет рискованное поведение Понимаете, малярия передается, а ВИЧа нет Вот через тех же самых комаров То есть, как бы, вот этим опытным путем мы это поняли Это необъяснимо Как бы теория не совпадает с практикой Наверное, да Дезинфицирует иглу свою Да, видимо, да, вот Господь вот так вот хранит нас От этих комаринок и кузов, да Вот, то есть, чтобы, как бы, владелец информации Почему оно вот не работает Вот опытным путем это доказано То есть, можно не бояться комаров Дальше ВИЧ может проникать через неповрежденную кожу Нет Нет Кожа является великолепным таким защитным телом Для каждого из нас защитной оболочкой И она не пропускает ВИЧ через себя Я никогда не заражусь в ВИЧ, если веду праведный образ жизни Нет Нет, никто не застрахован Мы все равны И праведники Ну, вероятность Ну, вероятность, понятно Если мы 100% здоровы И никогда не будем переливать кровь, например Я понимаю, что это Да, нужно после каждого полового контакта мыться Чтобы не заразиться Ну, этот вопрос мы обсудим Это можно не повторять Конечно, с этим не надо соглашаться Нужно находиться подальше от ВИЧ положительного А то заразишься Нет Да Можно быть и рядом, и обнимать И пожимать руки, ничего не будет Если вы получили отрицательный анализ на ВИЧ антител Значит, у вас ВИЧ нет Правильный ответ Нет Нет Может быть, отрицательный анализ Что как будто бы у вас ВИЧ нет А на самом деле ВИЧ есть Мы вам все сейчас покажем Когда это происходит Так называемый период окна Когда вообще не определяется Есть у человека или нет этот вирус Дальше можно наносить И антител нет, а вирус уже есть Да Можно наносить татуи Татуировки прокалывать уши Одной и той же углой Это совершенно безопасно Нет Нельзя Да, это опасно Главное использовать презерватив И тогда можно ничего не бояться Нет Нет Вы знаете, сейчас вот говорят Изобрели презерватив, который на 100% защищает Или одевать их два Да Вы знаете, вообще вот теоретически, да Можно сказать, что 100% защиту презерватив дает Но давайте подумаем Всегда ли человек одевает презерватив, ну, мягко говоря, правильно? Вовремя И правильно Вовремя И всегда ли так получается, что презерватив нервит В университете среди студентов было проведено исследование И оказалось, что 30% одевают презерватив наизнанку На ничку, или как правильно Наизнанку Как правильно это назвать? То есть не той стороной 40% не оставляют места для спермы 40% студентов То есть одевают его в натяг, так сказать? 15% надевают его до эрекции То есть, понимаете, он не имеет тогда никакого... И 40%... А еще 20%... А еще 20% снимают его до конца И 40%... И 40%... 42%, по-моему, процента снимают до 7 извержений Понимаете, то есть вот как бы... Либо слетает, либо сами снимают Зачем они их покупают? Вот интересно, вы знаете, мы, честно говоря, удивились Когда увидели, что как бы... Кроме того, еще такое один маленький... Одно маленькое замечание Что латекс, из которого делается презерватив Разрушается при 35 градусах Цельсия То есть, если человек купил презерватив Положил в карман А температура тела какая? 366 Практически латекс настолько разрушен Что в нем возникают такие дыры Через которые вирус конкретно проходит Даже если изначально это 100% защищающий Полежал в кармане у человека Все Да еще, вот одни из тех нарушений, о которых мы вам говорили Поэтому мы, честно говоря, не понимаем Когда говорят такие презервативы, что процентов защищают И называется это безопасный секс? Нет Безопасного секса Безопасного Поэтому, как бы, это тоже вам некоторые такие данные Чтобы, ну, у вас были аргументы, понимаете? Последний аргумент еще вот в пользу того, что мы сказали Что не защищает презерватив В течение трех лет у дискандартных пар То есть пара, где один ВИЧ положительный, другой нет Супруг заражается ВИЧ При каждом использовании презерватива То есть При постоянном использовании презерватива В течение трех лет 25% супругов заражается Обязательно То есть, вот опять это то, что все равно Хоть люди говорят, что нет, мы пользуемся Мы предохраняем Да, снижает риск Но Тем не менее Риск остается Дальше, следующее С ПИДом болеют только взрослые Ну, это уже, конечно, мы уже обсудили этот вопрос Риторический вопрос И дети тоже болеют ВИЧ можно подцепить, сплавая в бассейне Нет ВИЧ можно подцепить через сиденье унитаза Нет, вы знаете, доходит до смешного Вот, можно ли садиться на один унитаз Люди унитаза меняют Ну, это до смешного доходит ВИЧ можно подцепить, обнимая больного С ПИДом Нет При объятиях Не передается Не передается Вы можете защитить себя от ВИЧ, используя противозачаточные таблетки Вы знаете, многие действительно в это верят Что используя гормональные противозачаточные Они тем самым защищают себя от ВИЧ Особенно так называемые таблетки на следующее утро Когда утром проснулся, думаешь, эх, что же я сделал Или там, что сделала Скорее принять ударную дозу Мне ничего не будет Вы знаете, действительно, искренне молодежь в это верит То есть, как бы Вот эти Почему мы сейчас про это говорим Что это реальные вопросы, которые задаются И сейчас мы будем с вами объяснять Почему эти вопросы И как это все не работает Да, реальные ТВ-семинари Благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование И формирование сотен служителей по всему миру Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminari.com Вы можете заразить, защитить себя от ВИЧ, если не будете посещать общих туалетов Да, то есть люди боятся Ну, нет, да Не согласны с этим, правильно Да, можно ходить в общий туалет Ничего страшного нет Женщина может передать ВИЧ мужчине Да, потому что Есть такой миф, что якобы у мужчины такой организм, который защищен максимально Это женщина быстрее Действительно, женщина заражается быстрее, чем мужчина Это факт Но миф, что мужчина никогда не заражится от женщины Это только миф Это неправда, конечно, заражение происходит ВИЧ находится в сперме и в крови Ну, это да? Это да, во всех жидкостях Он, принц, находится во всех жидкостях Но максимальная его концентрация Это в выделениях половых органов То есть сперма или влагалищное выделение В крови и в молоке матери Самая максимальная концентрация Он есть в слюне, он есть в других выделениях, в поте Но там такая маленькая концентрация, что Что во внимание не принимается Он даже не учитывается врачами, как нулевая вероятность передачи Ну, как нам говорят Можно ли заразиться в рвотных массах? Нам говорят ВИЧ есть? Врачи отвечают Есть Но для того, чтобы человек реально заразиться Надо несколько литров этой рвотной массы выпить Или нужно Или так говорят Например, вы поранили руку У вас на руке большая-большая рана И ВИЧ инфицированный подошел И его вырвало прямо к вам на рану Вот тогда у вас есть вероятность ВИЧа То есть, как говорится, когда вам задают такие вопросы Приводите такие яркие примеры Мы специально эти яркие приводим Чтобы, понимаете, вот снять Потому что вот эта стигма Этот страх Эта фобия Она, знаете, сильно вообще работает в нашем обществе Порой удивляешься Дальше ВИЧ находится в воздухе И передается воздушно-капельным путем Нет Нет, не передается В воздухе он не висит Анализ антител может обнаружить ВИЧ в крови Да То есть, если антитела есть Значит, ВИЧ точно есть Мы не берем маленьких детей до полутора-двух лет У них точно антитела есть А ВИЧ это еще вопрос Да, но может Видите, здесь как может Дальше ВИЧ снижает сопротивляемость организма инфекциям Да Вот это его работа То есть, он на это направлен Чтобы снизить защиту организма от других болезней Люди без симптомов болезни Не могут быть источником ВИЧ Могут Знаете, вот Бывали мы в церквях Вот мы вам уже говорили Где каждый третий ВИЧ положительный Или каждый второй Вы знаете, сидят молодые люди Ведь в основном заражены люди В молодом возрасте От 15 до 30 лет Молодые люди Здоровые Высокие Мускулистые Вы знаете Ну вот Оно совершенно не воспринимается Что вот эти люди ВИЧ положительные Нет такого восприятия Но они могут быть источником ВИЧ Если не научатся жить с этой болезнью Это как раз ответ на последний вопрос Да Люди с ВИЧ должны быть изолированы от общества Нет Хотя сейчас Делаются такие попытки В детских садах ВИЧ положительных детей Изолируют Изолируют В школах их отделяют Стараются тоже изолировать В общежитиях их изолируют Вы знаете, ну вообще Нет такой необходимости это делать Конечно И это в общем-то негуманно Но мы так думаем, что это стигма Мы будем говорить И что самое интересное Ведь в принципе Вот Вирусы, вот эти бактерии Раковых клеток Раковые клетки у человека У каждого есть Но мы же не шарахаемся от них Мы их не изолируем этих людей Правда? Туберкулез 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 опасен только Когда идет действительно Вот это вот отделение Да, вот идет Кашель Чихание Кашель, да Но когда туберкулез идет Вот именно на уровне С ниженой нагрузки Мы недавно были на одном Симпозиуме в медицинском По туберкулезу ВИЧ Ну как туберкулез с ВИЧ Стыкуется Тогда вообще сказали Такую интересную вещь 80% людей Носители туберкулезной палочки 80% То есть практически здесь Наши сидящие сколько? Два всего, да? Не имеют эту палочку Но это не значит Что мы заразны друг другу Нет Но из-за того Что у нас вот иммунная система Нормально работает То есть эта палочка Она совершенно никакого вреда Нам не приносит Совершенно не приносит Ну и последний вопрос Что ВИЧ это инфекция С которой нужно научиться жить Все мы поставили Да, даже вот рассмеялись Какой-то вопрос Слишком риторический Но вот именно На эту тему Мы и будем сейчас говорить И вообще вот этот курс Как научить людей И жить с этой болезнью Ищите нас в поисковых системах По запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok